Вот такой вот кебаб получился у меня. Приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу поделиться с вами одним очень особенным рецептом. Это рецепт люля-кебаб или просто кебаб, как кебаб принято говорить у армян. Многие, конечно, называют люля. Этот рецепт особенный или даже сказать не особенный, уникальный, потому что это не взятый из просторов интернета, ютуба и все тому подобное. Это рецепт от моего дяди Армена и от моего папы, смиксованный в один. Получается, они оба учили меня делать люля-кебаб, оба давали свои советы полезные, делились всеми тонкостями, секретами, которые, естественно, чужим людям это недоступно, не рассказывается, а как бы со мной, с родной они всем поделились. И у меня с первого раза получились идеальные люля-кебаб, которые ни один не оторвался, кусочек не упал на угли. И вот этим рецептом я хочу вам поделиться, с вами поделиться им, чтобы у вас тоже были такие же очень вкусные, такие же красивые люля и всегда удачные, что немаловажно, потому что когда делаешь, готовишься, а тут раз они и упали в угли. Это, конечно, немножко портит настроение и, естественно, планы покушать вкусненьким. Вот поэтому я хочу сегодня поделиться этим уникальным рецептом. Если вы будете следовать всем тонкостям, всем советам, всем правилам этого рецепта, у вас 100%, 200% получится идеальная люля, которая понравится всем. И, между прочим, это не так уж и трудно делать. И мне раньше казалось, что это очень трудно, это не каждый сможет, это не каждому дано, это должно быть там от рук человека, как бы чуть ли не талант, мне раньше казалось, что это. А на самом деле это очень просто, это очень легко и очень вкусно. Ну что, давайте приступим. Сегодня будем готовить люля из курицы. Есть множество разных рецептов, готовятся и из телятины, и из индейки, и из баранины. Из курицы самый доступный, самый простой рецепт, поэтому сегодня я покажу, как делать из курицы. У меня здесь 4 куриные грудки. Вот, покажу. 4 куриные грудки, где-то килограмм. Одна луковица укатилась. 200 грамм сала, чистое сало, свиное. И немножко кинзы. Можно немножко петрушки, укропчика добавить в смесь. В прошлый раз я добавляла, в этот раз я уже не буду добавлять. Добавлю только кинзу. Соль, перец черный молотый. И у меня вот такая вот армянская, германская приправа. Там смесь пряностей очень интересной. Поэтому я взяла ее. Еще, кстати, забыла красный молотый перец. Потом достану тоже сюда красный молотый перец. Так, все это нам сначала нужно перемолоть на крупную насадочку через мясорубку. Есть во всех насадках крупная и маленькая. Сначала перемалываем сало, зелень, лук, мясо через крупную насадку. А потом этот же фаш заново перемалываем через мелкую насадку. Тогда он более будет однородным. И легче нам будет отбивать его. И получится это все намного быстрее. Ну что, давайте начнем. Я что сделаю? Все, фаш, зелень, лук, сало, все перемололи вместе. Сейчас можем прям посолить. Сразу же. Я соли очень много не добавляю, потому что у меня вот в этой приправе вот уже есть в составе соль, чтобы не было пересолено. В эту приправку добавляю. Черный перец. И красный сейчас тоже добавлю перец. Вот теперь можно насадочку на мясорубке менять на более мелкую. И заново пропускаем этот фаш через мясорубку. Вот такая вот насадочка. Видите, разница вот. Так что давайте продолжим. Смотрите, фарш готов. Смотрите, фарш готов. Перемололи через две насадки. Единственное, что я забыла сказать, что самое главное правило на любой килограмм мяса обязательно идет 200 грамм сала. Что бы вы ни делали, там, телятина, свинина, курица, индюшка, баранина, все равно берете 20 грамм сала. И в то же время сало можно заменить на почеревок свиной. Тоже берете ровно 200 грамм на 1 килограмм. То есть, если вы делаете 2-3 килограмма, естественно, умножаете, там уже будет 400-600 грамм того же сала или почеревка. С почеревком тоже делали, тоже очень вкусно, менее жирные. Не такие жирные, потому что там прослойка мяса идет, да, с почеревки, не сплошное сало. И еще, если вы делаете с телятины, баранины, свинины, с индейки, вы на килограмм, например, индейки или телятины берете примерно там 2 филейки куриные. То есть, где-то полкилограмма куриного филе или другого мяса, там, ножки, ну, куриное мясо берете. Потому что именно вот эту вот клейковину выделяет куриное мясо. Ни одно другое мясо не выделяет вот эту клейковину. Поэтому оно будет падать, если не добавить туда курицы. Вот получается на килограмм телятины берем где-то полкило плюс-минус курицы и 200 грамм сала или почеревка. И у вас тогда получится идеальный люля. Фарш я перемешиваю вот так вот руками. Хорошенько перемешиваю. Он уже начинает выделять. Вот видите, у него структура вначале, когда фарш выходит из подмясорубки, зернистый такой, кружочками фарш. А когда мы начинаем уже непосредственно работать руками, начинает выделяться такая ниточка. Структура фарша меняется. Это очень обязательно, чтобы так было. Иначе фарш обязательно 100% упадет. Вот так вот. Сейчас начинаем отбивать мясо. Конечно, если это килограмм, то любая девушка справится с этим. Полтора-два килограмма можно отбить. Но если будет больше килограмм, там уже, если 3-4 килограмма, то понадобится помощь мужская, потому что рука устает реально. Вот так вот я беру в ладошку, вот сколько помещается фарш и просто вот в этой же миске беру и бросаю ее в эту миску, в одну миску. И взбиваем до тех пор, пока фарш не станет той консистенции, которая нам нужна. Сейчас я в итоге вам покажу, какой оно должно быть. Вот посмотрите, структура фарша изменилась. Как видите, появились все-таки и ниточки. Я не знаю, на камеру так видно или нет, но невооруженным взглядом можно увидеть. Когда вот так берешь, растягиваешь мясо, выделяются такие как ниточки. Вот и фарш, естественно, не отваливается от рук. Вот посмотрите, довольно-таки тяжелый кусок, не кусок, а количество фарша, и он не отваливается. Если он у вас не отваливается, нету чувства тяжести, что он не отлипает от пальцев, значит, он будет держаться и на шампуре. Возьму побольше мяса. Все, фарш готов. Его можно накрывать пищевой пленкой и отправлять в холодильник. До полного замерзания, застывания не в морозильник, а в холодильник. Мясо должно хорошо промерзнуться. Когда оно будет мерзлое, такое холодное, оно лучше будет липнуть к шампуру, и вам легче будет формировать люля. Сейчас оно очень, видите, такое мягкое, от рук оно нагревается от ударов. Нам нужно, чтобы оно было холодным. На это у вас уйдет, ну, где-то 2 часа минимум. Как раз будет время убраться, там, не знаю, разжечь костер. Смотрите, не падает ни сверху, ни снизу. Вот, вот это фарш наш готов. Сейчас я его уберу в холодильник на 2 часа, может, побольше, пока успею сделать свои домашние дела. А потом пойдем с детьми во двор и будем дальше продолжать жарить наши люляшки. Вот мы уже вышли на улицу, будем сейчас разжигать мангал. То есть я буду как-то сама впервые, не знаю, как. Ну, в общем, где-то наглядно это все видела, как делается, но никогда не пробовала. Мама, Ева, потолкни. Сейчас, Ева, у нас учится как раз ездить на велосипеде. А мама будет учиться разжигать мангал. Достала у Ли. Достала у Ли. Сейчас, Ева. Пойду еще принесу, мне кажется, этого мало. Редактор субтитров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Костер, мангал Когда вы уже будете непосредственно готовы Нанизывать на шампур фарш Только тогда доставайте с холодильника Заранее не надо доставать Пускай лежит сколько нужно Столько пускай лежит Даже удобно можно с вечера сделать фарш И на следующий день уже Сделать люля Хочу, чтобы посмотрели, как трещит Люблю этот звук Пойдем посмотрим, что там дети делают Девочки Что вы делаете? Молодец, крути, крути, Ева Помочь? Мама увидела Что ты увидела? Я увидела такую штуку Какую штуку? Она ходила, ходила Жучок какой-то Да Ну пусть уходит Дурацкий Дурацкий Почему дурацкий? Сам уходит Кодить Майта Привет 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 Крути педали Крути, крути Привет Привет И булочка Сама время булочка Снимаешь детское видео? Да Сейчас прийти Сейчас прийти Стойте Уже я думаю, что мой костер готов Нормально раскалились угли И можно делать Люля Сейчас будем Делать так Нам обязательно нужна миска Пашина, Люля Делать мяско Я не хотела Не хотела И не веду Я веду А мне нет Складя Вот это Сюда И вот Маска Что это? Мам Что это? Спички не трогай Берем наш амбур Как видите, у меня обычный тонкий Не широкий И все равно держится Смачиваем руку фарша Здесь, чтобы я тебя видела Берем вот так вот Фарш И нанизываем И распределяем И распределяем равномерно по шумбуру Руки смачиваем, чтобы мясо не прилипало к рукам А лучше прилипало к шумбуру И выгоняем изнутри воздух Вот таким вот образом Чтобы не было воздуха Равномерно распределяем И аккуратненько вот так запечатываем краешки У меня видите, какие маленькие, короткие люля получаются Потому что сам мангал не широкий Поэтому длинные у меня никак не могут получиться Красивые И ставим на огонь Только обязательно постоянно Каждые 15-20 минут Нужно их крутить Поворачивать Чтобы они не подгорали Прихватилось Сразу поворачиваем Прихватилось Сразу поворачиваем Посмотрите И постоянно покручиваем Люля любит, чтобы их крутили Краешки закрываем Чтобы не открывались Если будут открываться То люля может упасть Что пусть следует Прихват Annик Прlangsung И на трех Прихват go Стоит По пути По пути Во birth Прихот Про пути По пути По пути По Vis Продолжение следует... 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 Продолжение следует...